Мы продолжаем и сейчас в эфире рубрика «Губерния. Все 20 лет» узнаем, что было в новостях нашего телеканала 30 августа в разные годы. Вячеслав Коренев, здравствуй, Слаева. Как всегда, подобрал все самое интересное. Рассказывай. В 2001 году в автобусах запретили ездить стоя. Вообще, конечно, ситуация была странная и, по-моему, инициатива так и не прижилась. Ну, сколько я знаю, до сих пор ездят стоя, причем по требованию самих пассажиров. Все время просят, ну, пустите, мы хоть стоим. Особенно в час пик. Ну, да. Нереальное было запрет. Конечно. В 2016 году прошел конкурс на обслуживание автобусных маршрутов. Скандальный был конкурс. Грандиозный скандал. Причем те коммерсанты, которые выиграли конкурс, у них не хватило автобусов. Да, и они брали у тех, кто проиграл. Да, у тех, кто проиграл. В результате те самые автобусы, которые не прошли конкурс и возили пассажиров. Ну и, наконец, в 2013 год, в этот день уровень Амура превысил 7,5 метров. Ровно пять лет назад в этот день группа хабаровских спортсменов, любителей виндсерфинга, проникла на стадион Ленина, чтобы поплавать под парусами на футбольном поле. К тому моменту спортивная база серферов на рэп-флота уже давно была затоплена, а весь стадион Ленина покрыт водой. Где по колено, а где и по пояс, все входы были перекрыты. Однако это не остановило ни самих серферов, ни журналистов и блогеров, которых они позвали. По словам организатора этой акции Евгения Шаповаленко, таким образом серферы, во-первых, хотели привлечь внимание мировой сети к стихийному бедствию в Хабаровске, во-вторых, морально поддержать хабаровчан. Жизнь продолжается. Еще одна, если можно так сказать, пиар-акция прошла в Хабаровске за 15 лет до этого. В 1998 году продавцы хабаровских рынков устроили акцию протеста против внедрения кассовых аппаратов в торговле. Правду сказать, акцию поддержали не все. Журналисты губернии в тот день проехали по городу и обнаружили, что китайские торговцы на Выборске, например, работают как обычно, несмотря на все призывы забастовочного комитета. И даже на центральном продовольственном рынке некоторые киоски были открыты. Штрейхбрекеров чуть не побили. С помощью кассовых аппаратов краевые власти в 1998 году пытались поставить под контроль доходы уличных торговцев и получать с них налоги. Те предприниматели, которые не хотят иметь кассовый аппарат, это значит чего-то бояться. Мы не боимся, не боимся. Просто стыдно, понимаете, нас уже до такой степени унизили. Мы уже не человеки стали. Однако и через 20 лет большинство продавцов на рынке торгуют, честно, без всяких чеков. Хотя в 2008 году на помощь светской власти в деле борьбы с должниками по налогам и прочим платежам пришла власть духовная. Служба судебных приставов заключила договор о сотрудничестве с Хабаровской епархией. Во время церковной службы священники пообещали призывать прихожан вовремя платить налоги, алименты и сборы, а также возвращать долги. Люди приходят, ну, наверное, для покаяния, задолженности, и мудрое слово священника, наверное, вполне сыграет эту роль. Обиженная сторона добивается справедливости, и тот, кто совершал неправомерные действия, и для него есть место для такого духовного подвига, он смиряет свою гордыню или свою алчность. А 30 августа 2001 года на Амуре впервые за 90 лет провели церемонию освящения корабля и придания ему боевого духа. В казакеическую бригаду стражевых пограничных кораблей прислали речной артиллерийский катер проекта «Огонек». Чтобы отправить «Огонек» в боевое плавание под революционным традициям, пограничное управление позвало отца Сергия из храма Александра Невского, что на базе КАФ. Командующий вручил экипажу боевое знамя, а отец Сергий – икону. Покровитель моряков является святитель Николай, архиепископ Мерликийский чудотворец. Вот обычная икона, его всегда была на каждом из военных кораблей. Но вы, по-моему, святого Михаила подарили. Да, сегодня подарили архангела Михаила, но он является предводительством всех воинств. Все самое интересное в жизни Хабаровского края хранят архивы губернии. Мы с вами всегда, все эти 20 лет.